Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Комментарии Игнатия Лапкина на толкование блаженного хефилакта Балагарского на Новый Завет. Часть 19. Толкование на Деяния 9.23.26 Так он весь воспламенился и переполнился ревностью о проповеди. И то, что он позже других пришел ко Христу, его сделало еще более ревностным. Лука 7.47 Боялись, конечно, ученики, а апостолы не верили его обращению, потому что для человеческого разумения поистине невероятно, чтобы такой жаркий гонитель обратился в проповедника. Комментарий Игнатия Лапкина. Из среды верующих, как сохранила история, были великие гонители против истины. Это и времена лютейшей инквизиции, выставившие своих вождей. Это и времена раскола. Случалось, как написано в поэме Семена Яковлевича Нацина, христианка. И как сохранили жития святых, гонители во время допросов сами обращались ко Христу и начинали проповедовать об истине. Иоанн Златоуст замечает, рассматривая подобные случаи, что если земля, будучи необработанной, дает обильный сорняк, то когда она будет обработанной, то можно ожидать с нее доброго урожая. Так и человек, если живя в миру, не показывает никакой ревности о защите ближнего и не совершает ничего выдающегося, то если он и обратится к Богу, уверует во Христа, то он может оказаться христианином просто по названию. Откровение 3.1 Случается, что проходят целые эпохи, когда не встречается настоящего гонителя, а значит и не совершается настоящего чуда обращения из гонителей в проповеднике. Это наше время. Время теплохладности, безразличия, довольства тем, что есть. Саввл был ревнителем и при том неумеренным, самым ревностным из своих сверстников. По человеческим меркам такой узурпатор обречен и никогда не сможет творить добро. Но Бог из самого негодного, самого лютого льва может засоделать агнца. Дух ревности, открытого исповедания, даже своего заблуждения, более угоден Богу, чем теплохладность. Откровение 3.15.16 Эта теплохладность сегодня повсюду насаждается в церкви. Пришел, ушел. Если бы пастыри показали в истинном евангельском свете причины трагедии России, то она бы выглядела так. Мы приучали во все века людей быть послушными нам, чтобы люди не сравнивали свою веру с Библией, чтобы они были довольны тем, что мы им даем и не искали, не исследовали Слово Божие, не ревновали о собственном спасении. Были гонители христиан в России, такие как Нижегородский архиепископ Петерим, Петр Первый. Но из этих гонителей проповедников не получилось, потому что не было личной встречи со Христом. Работали консистории, церковные суды, допрашивали штундистов, тех, кто жаждал спасения, кто исследовал Слово Божие. И допрашивая их, они вполне могли обратиться к Богу, если бы сравнивали свою жизнь со Словом Божьим и с тем, что проповедовали сектанты. В каждом деле допрашиваемых обязательно присутствовали люди ищущие, любящие Бога, терпящие гонения. Почему же никто из гонителей не встал на евангельский путь? С 1962 по 1987 год только из среды отделенных баптистов было посажено свыше полутора тысяч человек в Советском Союзе. Из них более 30 человек погибли в тюрьмах и лагерях в коммунистических застенках нашего времени. В общей сложности они отсидели более 5000 лет. Всех их судили открытыми судами и некоторых даже по шесть раз. И неизвестно ни одного случая, чтобы гонители обратились в проповедников. На каждом процессе были свидетели, звучало Слово Божие. Почему не уследуют корни этих гонителей? Из какой среды они вышли? Хотя они и были ревностными гонителями, но корни прошлой теплохладности, безверия в народе не привели ни одного из них на путь следования за Христом. Деяние 9, 27, 31. Итак, чтобы ты не подумал, что он сделал это из страха, но сначала сказал, что эти церкви имели мир, потому что когда в Иерусалиме был разгар вражды, апостолы пребывали в нем. А когда там настал мир, они отправились проповедовать и в другие места. Комментарий Игнатия Лапкина. Сколько поездок по стране совершают сегодня архипастырия? Есть ли такая статистика? Они объезжают свои епархии, и цель каждой их командировки заранее ясна. Проверка деятельности приходов, освящение храмов и часовен, совершение богослужений, поднятие колоколов, торжественные собрания среди неверующих. И если после их отъезда из епархии спросить их секретарей и работников, где их архиерей, то никто и никогда не ответит, что они отправились проповедовать и в другие места. Куда бы ни поехал благочинный, по своим ли приходам или на епархиальное собрание, на расправу к архиерею, если спросить его домашних, где он, то никто не ответит, что они отправились проповедовать и в другие места. Кто бы из мирян простецов, куда ни поехал, в отпуск, к знакомым, на заработки. Если спросить домашних, где он, то никто о православных не скажет, что они отправились проповедовать и в другие места. Рассмотрев всю пирамиду православия, от подошвы ноги до темени головы, от корней до верхушки дерева, видим, что то, что сегодня называют православием, совершенно не похоже на то, что было при апостолах. Создана совершенно новая религия, основанная не на слове Божьем. Если бы к нам пришел апостол, пожил с нами и отстоял в храме хотя бы одну службу, например, крещенскую, то не спросил ли бы он, а какую веру исповедуют эти люди? Когда в семинариях и академиях сегодня изучают предмет сектоведения, то разве они не знают, разве не слышали, с какой ревностью абсолютно все сектанты и ретики едут за тысячи километров и проповедуют в России? И те, кто сегодня наполняют дома культуры и стадионы на их собраниях, это все крещеные и моченые в православной церкви. И вина за их гибель, за их кровь, лежит на пастырях, которые не проповедовали Евангелие, не обезопасили свою пасту. Деяние 20, 26, 27. «Посему свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию». Иоанн Златоуст грозно напоминает патриарху, всем архиереям и всем священникам. «Если одна овца погибнет по твоей небрежности, о пастырь, тебе не хватит всей жизни, чтобы загладить вину». А их сегодня гибнут по вине ленивых и сонных православных пастырей миллионы. Сегодня всюду и везде, во всех училищах, семинариях и академиях, на каждом богослужении должен звучать призыв, чтобы все отправились проповедовать и в другие места. Патриарх немедленно должен издать указ, чтобы его подчиненные отправились проповедовать и в другие места. Священники должны на исповеди ставить непременным условием допуска до причастия, что их подопечные готовы отправиться проповедовать и в другие места. Матфея 10.32. Итак, «Всякого, кто исповедует Меня пред людьми, того исповедую и Я пред Отцом Моим Небесным». Толкование на Деяния 9.36.43. Считали недостойным утруждать этим учеников и отвлекать их и делать им затруднения в деле проповеди. Комментарий Игнатия Лапкина. Самые большие затруднения в деле проповеди причиняют теплохладность, незнание пути Божия, забвение прямой заповеди Божией о проповеди. Если сегодня сделать полный хронометраж времени любого священника за день, за неделю, месяц и год, это же касается архиереи и патриарха, то какой процент времени выпадает на проповедь? Не на случайную проповедь по случаю праздника, заранее кем-то составленную, но на проповедь вдохновенную, касающуюся душ и нужд человеческих. На любом производстве в любом деле есть специалисты, специально для этого назначенные, имеющие большой опыт, которые определяют, какие процессы являются второстепенными и даже ненужными, без каких движений и передвижений можно обойтись, чтобы все силы отдать главной работе, а любая работа ценится по конечному результату. И что же получится на деле? Большинство времени уходит на богослужения, требы, выезда, пустопорожнее, времяпрепровождение в приемных архиерея и благочинных. Кто и когда в православной церкви за тысячу лет до сего времени озаботился о главном? Не делать им затруднения в деле проповеди. Если спросишь любого прислужника, где сейчас священник, которого ты ищешь, тебе не ответят, что он занят делом проповеди. Почему? Ответ. Только потому, что проповедь стоит не на первом месте и не является главным делом в жизни священника. Проповедь всего лишь и при том редко у кого является малой составляющей богослужения, приложением к нему. И все знают, чем занят священник. Он или готовится к богослужению, или совершает богослужение, или отдыхает после богослужения. А согласно блаженного фефилакта, толкующего деяния апостолов, проповедь и только проповедь должна стоять на первом месте, и ничто не должно делать затруднения в деле проповеди. Весь смысл миссии Христа на землю заключается в спасении падшего, умершего человека, первого Адама. И это возможно только через Слово Божие, через слышание Его, через вдохновенную проповедь в Духе Святом. Римлянам 10.17 Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. И поэтому у каждого священника должна быть на руках охранительная грамота, заверенная патриархом и синодом, что никто не может делать им затруднения в деле проповеди. По смыслу, 9 десятых двухчасового богослужения должно быть отведенено делу проповеди, возрождению души, обращению ее ко Христу. И только одну десятую часть посвятить Богу, богослужению и молитве – это требования самого Бога, касающиеся всего, что мы приобретаем. Сегодня самое большое препятствие в деле проповеди в Православной Церкви – забвение Слова Божия, абсолютная потеря и забвение авторитета Святой и Святейшей Библии. Слово «Святейший» в Библии встречается только два раза и касается места жертвоприношений, причастия, то есть молитв к Иегове и истинной веры. Число 18.10. «На святейшем месте ешьте это, все мужеского пола могут есть, это святынею да будет для тебя». Иуды 1.20. «А вы, возлюбленные, наседая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым». И это слово «Святейший» неприменимо согласно Слову Божию ни к одному и ни к чему, а все остальное – вымыслы человеческие. Псалом 118.113. «Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю». И ко всему святейшему, что указано выше, приводит проповедь о Христе, чтобы все смертные считали недостойным утруждать этих учеников и отвлекать их, и делать им затруднения в деле проповеди. Толкование на Деяния 10.1.8. «Этого человека он для того делает известным и сообщает о нем подробные сведения, чтобы кто-либо не сказал, что в Писании священном встречаются погрешности против истории». «Надобно знать, что полк состоял из двухсот воинов, а сотня из шестидесяти». «Видит ангела для восполнения веры Петра, или лучше не для него, но для других, более слабых в вере. В час девятый, когда он оставил заботы и находился в тишине и покое. Так как истинное око и великий судья знает, что и великие дела, не имея веры, мертвы, то он и посылает ангела, который утверждает за делами их значения, чтобы увенчались верою тех, которые хорошо подвязаются». «Потом слова ангела уничтожили страх». «Посмотри, куда идет молитва на высшее небо и становится пред самым престолом царским». «Обрати внимание и на ангела. Он сначала возвышает и возносит мысли его Корнилия к Высшему. «Потом уже говорит то, что он говорит дальше. Они любили пустыню и тишину». «Толкование на деяния 10.34.43». «Чтобы ты не счел чего-либо неприличным, для этого заметь, что никогда не скрывают учения о кресте, но вместе с прочим предлагают и образ смерти». Комментарий Игнатия Лапкина. «Учение о кресте означает учение о страданиях Иисуса Христа на кресте». «Об этом говорит все священное писание. Смысл и цель любой проповеди – рассказать о Христе, умершем за наши грехи и воскресшем для нашего оправдания». Сегодня понятие о кресте сведено до чисто языческого понимания, как о фетиши и амулете обереги. Всюду и везде видны кресты на храмах и на могилах, на детях и на машинах, и на автоаптечках. И этим в основном занимаются православно мыслящие люди. Страшно подумать, что дьявол воспользовался даже крестом, чтобы скрыть Христа. По всей России совершаются молчаливые крестные ходы и воздвигаются поклонные кресты. В Священном Писании нигде даже не упоминается о воздвижении видимых крестов. «Христос и крест неразделимы, и об этом свидетельствует проповедь апостолов». 1 Коринфянам 1.23 «А мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для елленов безумие». 1 Коринфянам 2.2 «Ибо я рассудил быть у вас не знающими ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого». Галатам 6.14 «А я не желаю хвалиться разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распит, и я для мира». Смысл изображения креста оправдан там, где проповедь о распятом Христе занимает главное место. Галатам 3.1 «У которых пред глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распитый». Толкование на Деяние 11.1 «Как нам легко погружаться и выныривать, так Богу удобно погребать ветхого человека и показывать нового». Комментарий Игнатия Лапкина. Иоанн Златоуст говорит слова, которых православные батюшки боятся как огня, и с учительской кафедры никогда не скажут их народу. Он говорит о том, чтобы привести человека ко Христу, убедить его в том, что нужно принять Спасителя в свое сердце, нужны тысячи талантов. А для того, чтобы крестить, не нужно ни одного таланта, но достаточно быть только рукоположенным и незапрещенным. Не нужно ни одного таланта, чтобы крестить правильно, но чтобы крестить неправильно, нужен талант. Но уже с минусом, отрицательный, то есть погибельный, совершенно без научения приходящих в храм, не раздевая, подводят к купели и мокрой ладонью проводят по его волосам. Здесь происходит не рождение души, а удушение ее. Иоанн Златоуст говорит, что при обращении от злых дел к Богу и при правильном крещении с троекратным погружением, Бог из волка делает овцо, из ястреба голубя. К правильному или неправильному крещению человек приходит с определенной мыслью что-то получить, а при том полезное. До этого он жил в ожидании и был страх погибнуть некрещенным. Но вот таким лжекрещением эта надежда убита. Страх исчез и вместо живого зверя-волка оказался мертвый волк. Вот из таких, в кавычках, крещеных и получается не зверинец, а скотомогильник. Глядя на своих прихожан, правильно крещенных, Златоуст говорил, «Я не вижу людей, я вижу стадо лошадей и свиней». «Я пришел радоваться вашим добродетелям», говорит святитель. «Я слышал, как вы боролись с еретиками и укоряли их в неправильном совершении крещения. Напрасно ли я говорил, что чистая жена в отсутствии мужа отвергает прелюбодеев, в отсутствии пастыря прогоняет волков, что бескормчиво ловцы спасли корабль, без вождя воины одержали победу, без учителя ученики сделали успехи, без отца сыновья укрепились. «И вот везде зеленеют колосья, столько овец и нигде волков, столько колосьев и нигде терний, столько винограда и нигде лисицы. Хищные звери потонули, и волки разбежались. Кто прогнал их? Не я, пастырь, но вы, овцы, о доблесть овец! В отсутствии пастыря они прогнали волков». Конец девятнадцатой части. 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 Конец девятнадцатой части.